ДИКОН АВТО Девятый день кемеровской трагедии в храмах Ярославской епархии. Сегодня вспоминали погибших в торговом центре «Зимняя вишня». К Успенскому собору продолжают нести цветы, свечи, детские игрушки. Транш в 400 миллионов рублей. Правительство России выделило нашей области солидную сумму на ремонт дорог по федеральной программе. А в Ярославле уже стартовали аукционы по выбору подрядчика. Экскурсии для маломобильных туристов. Мэрия Ярославля совместно с ЕРГУ Демидова разработала паспорт пешеходного маршрута по главным достопримечательностям зоны ЮНЕСКО. Среди участников люди с ограниченными возможностями. Звезда была в шоке. Ярославль принял национальный конкурс «Краса Руси-2018». На сцену вышел даже король гламура Сергей Зверев. Он не только оценивал девушек, но и пел ради них. У нашего коллеги появился брат-близнец. Сегодня в юбилейной рубрике «Нам-25» вспоминаем первоапрельские розыгрыши в самой ранней программе городского телеканала «Утренний чай». Битва с «Динамом». Ярославский шинник продолжил беспроигрышную серию весенней части чемпионата ФНЛ. Матч в северной столице закончился по нолям. Ярославль 21.30. Вы смотрите новости города. В студии Наталья Пиунова. Здравствуйте. В храмах Ярославской епархии сегодня вспоминали погибших в Кемеровской и Зимней Вишне. Это 64 человека, большинство из которых дети. В понедельник исполнилось 9 дней с момента трагедии. В связи с этим во всех храмах Ярославской епархии после утреннего или вечернего богослужения совершили заупокойную литию. Между тем стало известно, что в уголовном деле о пожаре в Зимней Вишне появились дополнительные свидетели. В ближайшие дни в Кемерове снова ждут главу следком России Александра Бастрыкина. Сегодня же полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло официально представил назначенного днем ранее в Рио главы Кузбасса Сергея Цивилева. Аман Тулеев, напомню, ушел в отставку, которую Владимир Путин принял. После трагедии 25 марта по всей России проходят масштабные проверки торговых центров. Ярославская область не исключение. В Рыбинске спасатели эвакуировали 25 человек из горящей многоэтажки. ЧП произошло в микрорайоне Волжский. Огонь вспыхнул на третьем этаже в квартире пенсионерки. Дым поднимался по этажам выше. Пожарные прибыли на место и помогли людям выбраться через задымленный подъезд. Квартира, где начался пожар, почти полностью выгорела. Обошлось без пострадавших. Не удалось спасти только кошку. Животное задохнулось от дыма. Так полетим или нет? Росавиация предложила руководству саратовских авиалиний добровольно отказаться от перевозок. С подобным заявлением гендиректору компании сегодня обратился руководитель национального ведомства Александр Нерадько. «Учитывая беспрецедентное, безответственное отношение руководства авиакомпании АО «Саратовские авиалинии» к вопросам обеспечения безопасности полетов, предлагаю подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта и сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности». Конец цитаты. Сообщается, что предоставленные в Росавиацию документы не подтверждают устранение выявленных у перевозчика несоответствий и замечаний. В том числе члены экипажа самолета Ан-148, который разбился в феврале в Подмосковье, по-прежнему включены в список авиаперсонала компании. На борту разбившегося воздушного судна, напомню, находился ярославец, 29-летний Алексей Никитченко. У погибшего остались жена и маленький ребенок. Кроме того, Ярославский аэропорт Туношно планировал сотрудничать с саратовскими авиалиниями. Перевозчик должен был доставлять жителей нашего региона в Сочи и Анапу. И вот вдруг такое неожиданное заявление от Росавиации. Дочь Сергея Скрипаля может переехать в Ярославль. Об этом сообщила Виктория Скрипаль, племянница бывшего российского разведчика, отравленного в Великобритании. Женщина живет в нашем городе. На своей странице ВКонтакте она опубликовала открытое письмо, в котором поблагодарила тех, кто оказывал ей поддержку. И добавила, что за своих близких ей еще придется побороться на чужом поле. В настоящее время она собирает документы для поездки за границу, где намерена встретиться с дочерью Скрипаля Юлией, которая недавно вышла из комы и уговорить ее переехать в Россию. Напомню, Юлию вместе с отцом нашли без сознания 4 марта в городе Солсбери. Британская сторона утверждает, что семья была отравлена веществом новичок. Учащимся начальных классов Ярославля продлили каникулы, как поясняют. В областном департаменте образования это связано с эпидемией гриппа и ОРВИ среди детей. На прошлой неделе за медпомощь обратилось больше 6,5 тысяч ребят до 14 лет. На карантин закрыты несколько классов по всей области. Дополнительные каникулы объявлены в школах Углического, Ростовского, Никаузского и Мышкинского районов. В Ярославле продолжают отдыхать ученики всех начальных классов. Каникулы продлятся до 9 апреля. Решение о дальнейшем продлении будут принимать ректора образовательных учреждений. Кроме того, в школах региона введен ежедневный медосмотр, организован контроль за температурным режимом и дезинфекция помещений. Отмечу, что по всей области на карантин закрыты и 40 групп в детсадах. В Ярославской области, как в целом в России, начался весенний призыв. В ряды вооруженных сил от нашего региона отправятся порядка 1400 человек. А вот в осенний призыв в армию ушло порядка 800 ярославцев. Они несут службу преимущественно в западном военном округе. Первые группы делегируют в Московскую и Ленинградскую области. Продлится весенний призыв до 15 июля. В Ярославле открылся прием заявлений на участие в предварительном голосовании Единой России. Документы подают те, кто хочет попробовать себя в роли кандидата в депутаты в Ярославскую областную думу. Критерии для участников простые. Возраст от 21 года, российское гражданство, отсутствие судимости. Принести такие документы, как заявление о согласии, участвовать в процедуре предварительного голосования, паспорт, диплом образования, справку с места работы, сведения о принадлежности к общественной организации, если человек принадлежит. Прийти с данными и документами, сдать их. И на основании этого мы уже регистрируем его как участника. В первый день приема заявление подали 4 кандидата. Все действующие депутаты Ярославской областной думы. Впереди у них обязательные процедуры предварительного голосования, дебаты и встречи с избирателями. Предварительные выборы, ну, они, как всегда, показывают, как настроен народ, за кого настроен народ, кого видеть народ, так сказать, депутатам, тем более, Ярославской областной думы. Срок приема заявлений на предварительное голосование продлится до 8 мая. Правительство России выделило Ярославской области 408 миллионов рублей на дороге. Соответствующее распоряжение, подписанное премьером Дмитрием Медведевым, размещено на сайте Кабмина. Кроме нашего региона, в списке еще 29 субъектов, сумма, которую правительство выделяет областям, более 6 миллиардов. Средства направят на развитие безопасных и качественных автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Об этом говорится в пояснительной записке. Также сообщается, что деньги выделены на реализацию крупных проектов, приведение дорог в нормативное состояние, а также на строительство, реконструкцию и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений. Между тем, в Ярославле стартовали аукционы на ремонт дорог по программе «Безопасные и качественные дороги». На сайте госзакупок опубликовано три лота. Самый дорогостоящий, начальная цена почти 515 миллионов рублей, касается ремонта дорог в Кировском, Ленинском, Красноперекопском и Фрунзенском районах. На эти деньги планируют выполнить работы на 14 улицах. Отдельный лот для пяти улиц Держинского района. Его стоимость более 272 миллионов рублей. Третий лот – это четыре магистрали Заволжского района. Начальная стоимость почти 248 миллионов рублей. Срок исполнения работ до 10 октября. Максимальные сроки гарантии достигают шести лет. Напомню, всего на программу «Безопасные и качественные дороги» в этом году выделено почти полтора миллиарда рублей. В плане 30 магистралей региона общей протяженностью более 80 километров. В Ярославле усилен контроль за уборкой крыш, особое внимание к скатным кровлям. Из-за перепада температуры именно на таких крышах образуются наледи. Их убирают ежедневно. Некоторые не по одному разу. Задействованы 140 промышленных альпинистов и 17 подъемников. День удается очистить до 170 проблемных крыш. Работы контролируют мэрия и районные администрации. Сотрудники жилищно-коммунального отдела ездят не переставая, как говорится, и по обращениям граждан, и так по районам, и Красноперекопскому, и Фрунзенскому, и мониторят, в каком состоянии находятся все эти крыши. Отмечу очищать крыши от сосулек и наледи обязанность управляющих компаний. Они также должны убирать земли. Сбитый лед. В противном случае управдому грозит штраф. По поводу некачественной уборки можно обратиться в администрацию своего района или единую диспетчерскую службу по номеру 404040. Ярославль готовится к запуску первая специальная туристическая экскурсия для маломобильных групп населения. Мэрия города совместно с университетом имени Дземидова разработала паспорт пешеходного маршрута по главным достопримечательностям зоны ЮНЕСКО. Сегодня он был протестирован жительницей Ярославля Еленой Савельевой. Подробности у Сергея Курицына. Разработка интересных туров маршрутов на территории города и адаптация имеющихся достопримечательностей для людей с ограниченными возможностями. Такую задачу мэрия Ярославля ставит перед собой на ближайшие сезонные месяцы, когда в столицу Золотого Кольца поедут гости со всей России и других стран. На помощь готов идти Демидовский университет. Студенты этого вуза и стали разработчиками нового пешеходного туристического маршрута для маломобильных граждан в зоне ЮНЕСКО. Паспорт разработан от и до. Первая обкатка прошла сегодня. В чем преимущество и прилищество маршрута? То есть он охватывает все основные наши точки достопримечательностей зоны ЮНЕСКО. Во-первых, все-таки он продуман так, чтобы инвалид-колясочник мог без проблем проехать, чтобы человек с не очень хорошим зрением мог спокойно пройти, ему расскажет, и он, по крайней мере, может представить эти объекты. От Советской площади к Демидовскому скверу, к Вечному огню и Успенскому собору. Дальше набережная и музей-заповедник. У каждого объекта история и интересные факты. Студенты четвертого курса ЕРГУ придумали два варианта. На полтора часа для не самой теплой погоды и трехчасовая экскурсия для летних дней. Предлагалось сначала с десяток маршрутов. Мы выбрали тот, который доступен будет именно для этой категории, для передвижения на колясках. Дальше после этого начался отбор объектов, подготовка текста экскурсии, подготовка иллюстративного материала, того, что называют портфелем экскурсовода. Генеральные репетиции на прошлой неделе мы провели. Наличие ровных поверхностей для передвижения, пандусы для съездов и подъемов, в стопроцентная доступность для маломобильных граждан. Условия обязательные. С инвалидами, по зрению или слуху будут работать специально подготовленные экскурсоводы. На этом маршруте я пока замечаний не вижу. Мне все доступно, все удобно. Хотелось бы, конечно, еще в Успенский собор попасть. Но, сколько я знаю, туда нет доступа. Обеспечить доступ в один из главных храмов города – еще одна задача организаторов экскурсии – решить ее в мэрии намерены. В качестве альтернативы рассматривается и автобусная экскурсия по этим же местам, с учетом всех пожеланий. Ну а узнать максимум информации о главных исторических местах Ярославля смогут как гости, так и жители города. Новый маршрут для маломобильных групп населения будет предложен не только федеральным, но и региональным туроператорам. Сергей Курицын, Михаил Орлов, Новости города. В Ярославле прошел спектакль «Принцесса и скрипачи». Это сказка для особенных детей. Причем они не только в зале, но и на сцене. Помогают ребятам губернаторские симфонические оркестры и известные ярославцы, которые на один вечер стали актерами. Нина Колтина о том, что из этого вышло. По ту сторону кулис уже собираются зрители, слышен гомон публики. Тем временем здесь, на сцене, занимают свои места музыканты. Актеров не видно, они все в гримерке. Ведь всего минуту назад закончилась репетиция. Зрители не подозревают, но в закулисье кипит жизнь. Музыканты репетируют в коридорах. Актеры стремятся не упустить ни минуты. До премьеры репетировали лишь раз. Остается буквально минута до выхода на сцену. Если бы вы сейчас могли меня потрогать, то почувствовали бы, что я похолодела градусов до 35. Профессионализм, сами знаете что. В любой ситуации прощаю. Так, пожалуйста. Алексей Николаевич, я посмею вам возразить. Одна репетиция – это катастрофа. Мы просто надеемся, что оркестр нас спасет. На сцене известные в Ярославле люди, но не профессиональные актеры. Одна из них, наша коллега Юлия Тихомирова, признается. Трудность и в том, что одному актеру приходится играть несколько ролей. Каждый раз организатор сего действия, идейный вдохновитель сего действия, Арина Гусева, ставит перед нами непосильные задачи. Каждый раз мы выкручиваемся как можем. А королеву играть вообще несложно. Главное, напялить корону поглубже и говорить вот таким вот голосом. Одна из главных на сцене, 10-летняя Саша Дубова, выступает не впервые. Зрители помнят ее как Герду в спектакле «То самый Андерсон». Говорит, героиня похожа на нее. Игрой девочка хочет передать зрителям свою жизненную позицию. Чтобы они никогда не унывали, чтобы они всегда добивали свои цели. Этому учит и сама сказка о любви принцессы и придворного скрипача. А еще о трудностях, которые пришлось пройти, чтобы быть вместе. В связи с трагическими событиями в Кемерове планы поменялись. Решено было отказаться от значительной части шуток, но история не проигрывает. Это произведение не очень веселое. Оно серьезное произведение, включая те произведения, которые у нас исполняет оркестр. А мы постарались вот в этих условиях найти еще хорошую живинку. В какие бы условия мы не попадали, какие бы нам не устраивали козни все наши страшные, ужасные ведьмы. Но все равно любовь победит. Это четвертый благотворительный спектакль. Он приурочен ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, который отмечается сегодня. Собранные деньги потратят на организацию поездки особенных ребят на фестиваль детского творчества в Туапсе. Дальнейшие планы, конечно, глобальные. Хочется создать школу музыкальной адаптации таких детей или творческой адаптации. Несмотря на то, что проект родился спонтанно, зал полон, как признаются и актеры, и зрители. На спектаклях присутствующие становятся одной большой семьей. Нина Колсина, Сергей Чкомарев, Новости города. Ярославль стал местом проведения национального конкурса «Краса Руси-2018». В жюри возглавил знаменитый стилист и певец Сергей Зверев. Он не только оценивал участников, но и сам выступил с концертом. Алена Стецук с подробностями. Сергей Зверев в Ярославле не впервые. В нашем городе он частый гость еще со времен СССР. Перед конкурсом красоты успел возложить цветы к вечному огню в память погибших в Кемерове, а также заглянул в несколько храмов. Ярославль сравнивает с российскими столицами. В Санкт-Петербурге очень вдохновляюсь. А у вас не меньше вдохновляюсь, потому что вот эти памятники просто роскошные. Уже нигде в таком состоянии редко где что увидишь. Либо полуразрушенное все, либо еле-еле там душа в теле. Но у вас как-то очень за этим следят, я вижу. На конкурсе краса Руси Сергей Зверев председатель судейской коллегии. Его главный критерий оценки участниц – уникальность. Каждый конкурс мечтает открыть какую-то звезду, какую-то топ-модель, невероятной красоты. Уже устали люди видеть на подиуме одинаковых, безликих. Еще одна участница жюри – действующая краса Руси Дарья Козырева. Сейчас будем приемлицу выбирать по самым крутым качествам. Это, наверное, внутренний, внутренний стержень. Человек должен быть сильный, человек должен за собой что-то нести, пропаганду здорового образа жизни или защиту планеты. Обязательно. Не просто красивая оболочка, не фантик мы выбираем ни в коем случае. Сильного человека со стержнем. Среди зрителей много родственников и близких участниц. Пришел поддержать сестру, зовут ее Елизавета Апочинская. Каких-то ожиданий нет. Главное, чтобы она получила самоузовлетворение и позитивные эмоции. В программе конкурса шесть номинаций по разным возрастам. Красовались на подиуме не только девушки, но и юноши. В категориях до 18 представлены титулы мистеров. Главной красавицей вечера стала Ирина Сильчикова из Нижнего Новгорода. Именно она забрала корону «Мисс Краса Руси» 2018. Алена Стецук, Максим Сушанов, Новости города. «25 нескучных лет» рубрика к юбилею городского телеканала «Нам-25» вспоминает самые забавные первоапрельские розыгрыши. В искусстве лицедейства с подвохом мы весьма преуспели, особенно мой коллега Илья Барабанов. Марина Смарагдова нашла несколько удачных эпизодов. Один Илья, другой Борис и оба Барабанова. В эфирной студии «Утреннего чая» они появились с 1 апреля 2004 года. Именно в этот день искусство веселись и немного обманывать ценится особо. Этот розыгрыш был настолько удачным, что в мистификацию поверили даже сотрудники городского телеканала. Только сегодня, вот как Катя сказала, вернулся из Сталина, на самом деле. Остановился в гостинице, до дома не было сил доехать. Слушай, я не понимаю, как вы с утра пораньше встаете просто. Я бы давно уже просто помер. Раздвоение личности было рукотворным. Технически сделать это было и не долго, и не сложно. Зато какой эффект. По легенде, братья не видели с полгода. Пока один трудился ведущим, другой стажировался у Анни Вески. А в финале они спели одну песню на двоих. Утренняя программа городского телеканала, креативно, что называется, по полной. Очередным блефом стала программа о свадебной церемонии. Без преувеличения потом о виртуальной свадьбе двух популярных ведущих, Марии Куценко и Ильи Барабанова, говорил весь город. Собственно, призвание «Утреннего чая» в этом и заключалось развлекать и радовать, попутно сообщая полезные сведения. А иногда пристегнуть к серьезной информации немного юмора. Народная мудрость так и гласит. Весь апрель никому не верь. Марина Смарадова, новости города. А сейчас к новостям спорта. Улыбка меняет все. Мы меняем улыбку. Стоматология Подмосковья. Ярославский шинник продолжает свою беспроигрышную серию весенней части чемпионата ФНЛ, которая длится уже пять матчей. В субботу команда Александра Побегалова билась за очки в Санкт-Петербурге. Перед началом встречи местная «Динамо» опережала черных-синих в таблице ровно на одну победу. Эта же дистанция осталась и после финального свистка. Хозяева были активнее, в три раза больше нанесли ударов в створ ворот, но гости, благодаря гулкиперу Станиславу Антипину, вы стояли в обороне и однажды попали в каркас в ворот в атаке. 0-0 на выходе и очередной балл в гостях в копилку. Свои добрые четыре-пять моментов создали. Счет мог в любую сторону развернуться. Сегодня здорово сыграл наш вратарь. В общем-то, такой напряженный матч, который, наверное, справедливо, думаю, что закончился ничейным результатом. Следующий матч в чемпионате ФНЛ «Шинник» сыграет дома. 7 апреля на малой арене главного футбольного стадиона города ярославцы примут футбольный клуб «Тюмень», расположившийся на 17-м месте турнирной таблицы. Ярославцы привезли восемь медалей юношеского всероссийского турнира по джиу-джитсу. На Кубке космонавтов в Москве наши земляки в дисциплине «Неваза» завоевали четыре золота, два серебра и две бронзы. Что примечательно, один из победителей, Федор Ткачев, одолел действующего чемпиона мира. Готовили спортсменам два тренера – Эдуард Волченков из Ярославля и Евгений Глузгал из Углича. Эти соревнования стали первым этапом отбора в национальную сборную. Впереди у ярославских спортсменов первенство России в Ологде и всероссийский турнир в Санкт-Петербурге. Первенство мира для юниоров пройдет в конце сентября. Время «Ярославская история» Сергей Муравьев рассказывает. Парк «Отель Ярославль» – это комфортный отдых для вас и вашего ребенка. Уютные номера, бассейн, детская анимация. Парк «Отель Ярославль» – это лето будет незабываемым. В конце 16-го столетия развитие почтового дела в России вышло на иной уровень. Ключевым событием стало строительство Архангельского порта и создание почтового маршрута, соединившего Москву и Архангельск. Ярославль стал одним из ключевых пунктов нового тракта. Летом 1693 года Петр I издает указ поставить от Москвы по городам на ямах до Архангельска и назад до Москвы почту, а гонять стою почту выборочным почтарям московским и городовым ямщикам. Путь от Первопрестольной проходил через Переславль, Ростов, Ярославль, Данилов, Вологду и далее на север. В древнем Ярославле яма, превратившаяся в Ямскую Слободу, находилась за котраслью в районе Туговой горы и нынешней выемки. Здесь были отстроены конюшни, каретный двор, трактир, хозяйственные дворы. Здесь же жили и ямщики, находящиеся на государевой службе. На местном воеводе лежала большая ответственность. Он был обязан обеспечить почтарей и городовых ямщиков всем необходимым и лично отвечал перед царем за приведение в порядок почтовых станов в городе и ближайших окрестностях. Первая государственная почтовая контора в Ярославле появилась при Петре Великом на Дмитриевской площади, ныне Мукомольный переулок, близ церкви Дмитрия Солунского, где проходила в древности дорога на Углич. Здесь на станции содержалось в постоянной готовности до сорока пар лошадей. Многие иностранные гости, побывавшие в России, с восторгом отзывались о русских ямщиках и той скорости, с которой доставлялась почта. Вот что в первой половине девятнадцатого века писал маркиз Астольд де Кюстин, отправившийся из Ярославля в Нижний Новгород. Повозка мчится со всеувеличивающейся скоростью и карьером на взмыленных лошадях, взлетает на мост, то есть на деревянные доски, кое-как положенные на перекладины и ничем не скрепленные. Сооружение шаткое и опасное. Одно неверное движение кучера и экипаж может очутиться в воде. Жизнь пассажира зависит от акробатической ловкости возницы и лошадей. Труд возниц почтовых повозок и экипажей был действительно трудным и опасным. Снежные бури, весенняя распутница, да и лихих людей, то есть разбойников, на российских трактах было немало. На этом у меня все. Впереди реклама и прогноз погоды. Далее эфир городского телеканала продолжит шоу «Самое яркое». Наши новости также доступны в интернете на гдк.тв. В студии работала Наталья Пеунова. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok